Здравствуйте! В эфире программа «7 минут» в гостях у меня сегодня Марина Тихонова, директора медицинского центра «Вера». Марина Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! И расскажите, пожалуйста, какое основное направление медицинского центра «Вера»? Ну, основной поток пациентов – это пациенты с излишним весом. Ну, вот сейчас лето как бы на носу, да, уже практически пора отпусков, пора купального сезона. Вот расскажите, если человек хочет похудеть, да, бороться с лишним весом, вот как ему прийти в медицинский центр «Вера» и к какому специалисту обратиться, что нужно делать? Ну, прийти в медицинский центр, просто позвонить к нам. У нас лечебная методика, она дает очень хороший результат. Эта методика давно отработана, мы уже в течение 19 лет работаем в Рязани. Это метод суджок-терапии в комплексе саурикулотерапии. Проще говоря, это микроиглы и иголочки, которые ставятся на ушко, чтобы еще подавить аппетит. То есть все, что требуется от человека, это прийти и вот ему вставят в ухо вот эти вот иголочки, и он будет худеть на глазах или как? Или помимо этого нужно будет еще что-то делать? Нет, конечно. Если поставить только иголочки в ушко, это только уберем или притупим аппетит. А вот если вы придете на полную методику вместе с суджок-терапией, и на первом курсе, на первом сеансе мы сразу же даем рекомендации по питанию, они не жесткие. Во всяком случае, мы точно не заставим наших пациентов голодать, мы точно не заставим наших пациентов подсчитывать калории, поскольку это достаточно утомительно. Ну вот помимо того, что питание, да, вот человеку нормализует, какие-то физические нагрузки тоже как-то предусмотрены? Есть какие-то советы вот в этом направлении? Нет, физические нагрузки здесь не нужны. Если человек занимается где-то в фитнес-центре, то замечательно. Этот метод работает сам по себе. Это лечебная методика. Пропадает аппетит, идет быстрое насыщение. Но основной эффект от метода идет не от того, что пропал аппетит, а начинает восстанавливаться гормональная система, потому что здесь затрагиваются биологически активные точки соответствия щитовидной железы, поджелудочной железы. Гормональный фон нормализуется, и пациент начинает сам потом сбрасывать вес. Расскажите, пожалуйста, вот кто чаще всего обращается в центр? То есть как бы мужчины, женщины, какая возрастная группа, да, и вот чего люди обычно хотят? Просто похудеть? Как правило, это женщины. Конечно, большинство женщин среднего возраста, либо предклимактерического или климактерического возраста. Мужчины тоже обращаются, но в меньшей степени. Видимо, мужчины любят себя такими, какими они есть. А бывает такое, что приходят худенькие девушки, да, говорят, я хочу похудеть. Бывает. Что в этих случаях делаете и как, отговариваете или, говорите, худеет там, да? Нет, бывают девушки, которые говорят, у меня очень большой аппетит, мы просто притупляем аппетит, вот и все. Вот тогда достаточно просто поставить иголочки на ушко. А вот расскажите, пожалуйста, Марина Николаевна, вот, например, если человек сидит на диете, да, такое часто бывает, диета закончилась, собственно, килограммы вернулись вместе с аппетитом, да, иногда еще вернулись килограммы с плюсом. Вот касаемо вашего метода, тут как бы такой ситуации не бывает? После нашего метода такой ситуации не бывает, поскольку гормональную систему мы привели в порядок, аппетит у пациента притупился, он уже не сможет, во-первых, переесть, поскольку после пятого сеанса, а всего их восемь сеансов, высыщение идет быстро, и пациент не может переесть. Более того, на нашем методе даже вкусовые пристрастия у пациента меняются, ему хочется правильной пищи, от жирной пищи тошнит, тяга к сладкому пропадает вплоть до отвращения. И еще один момент. Вы правильно сказали, что на диете человек сначала достаточно быстро сбрасывает, а потом очень быстро набирает. И действительно верно, что он набирает гораздо больше даже килограммов, чем было до того. Это так называемый эффект йо-йо. Сначала, когда с пищей приходит мало энергии, человек, естественно, начинает быстро сбрасывать. Как правило, человек ограничивает себя именно в колораже, ну, либо там монопродукт, который выбирает. Но потом, выйдя из диеты, вот когда он сидит на диете, уровень тиреоидных гормонов падает. Механизм, если это интересно телезрителям, такой, если мало питания, то уровень тиреоидных гормонов начинает падать. И на этом низком уровне тиреоидных гормонов обмен веществ притормаживается. Сначала человек худеет, а потом, выйдя из диеты, человек вот на этом низком уровне обмена веществ достаточно быстро начинает набирать килограммы. Более того, у него организм даже из яблока будет вытаскивать все питательные вещества и переводить в жиры. Про запас у нас очень мудрый организм. Ну, это, как бы говоря, обычным языком, все про запас, чтобы вдруг голод сразу не случился. Совершенно верно, да. То есть уморить себя голодом ни в коем случае нельзя. Да, нельзя, потому что организм потом отомстит. Кушаешь морковку и толстеешь. Можно так сказать, особенно после диеты. А вот расскажите, пожалуйста, вы сказали 8 сеансов, да? Да. То есть сколько, в принципе, по времени занимает вот этот процесс? То есть человек пришел 8 раз, да, с каким-то там интервалом, и потом все, он худой. Или просто это запускается процесс, да, и худеется там вот как бы медленно, аккуратно, как вот это происходит? Да. Если мы говорим о методе, который проводится в нашем медицинском центре, это делается 8 сеансов суджок. Одновременно ставятся иголочки в ушко. Ходят наши пациенты 2 раза в неделю, как им удобно, по 25 минут каждый сеанс. Вот. Иголочки, которые ставятся на ушко, как правило, ставятся вот на месяц. Через месяц они снимаются, и нецелесообразно дальше некоторые просят поставить золотую иглу, поскольку она длительно стоит там до полугода. Нецелесообразно, потому что аппетит пропадает на 8-10 месяцев. Первый год аппетита точно не будет, и человек достаточно длительно держит вес не только потому, что у него пропал аппетит, а именно из-за того, что у него нормализовалась гормональная система, и человек достаточно долго держит. Во всяком случае, мы работаем 19-й год, и повторные пациенты у нас есть, понятно, но пациенты, у которых прошло 4-5 лет и еще, эти пациенты не приходят с прежним весом. Ну, грубо говоря, если этот человек пришел когда-то с весом, ну, допустим, 104 килограмма, если он сбросил, ну, допустим, 25 килограммов, и начинает набирать 5 килограммов, он уже знает, куда идти. Эти пациенты приходят к нам, и, в общем-то, они довольны результатом. Еще один момент. На этой методике не только худеет, но здесь идет нормализация функций других органов. У гипертоников нормализуется давление. При высоком сахаре уровень сахара идет к норме, но это только при сахарном диабете второго типа. Понятно, что если это человек с ювенильным сахарным диабетом, то таким образом мы не поможем. Головные боли проходят. У кого сон нарушен, а это тоже важное значение имеет в похудении, у них тоже сон нормализуется. Почему я заговорила про сон? Когда человек не высыпается, особенно если он не ложится спать с 10 до 2 ночи, накапливается гормон голода грелин. Вот он-то и не очень хороший, да, выполняет. Это те самые люди, которые в холодильник по ночам потом лезут? Люди, у которых выражен так называемый инстинкт, это час волка. И человек, это дикие инстинкты просыпаются. Но от этого тоже можно избавиться. Но я думаю, здесь нужно поработать уже с психологом. При нашем методе это не предусмотрено. А вот этот гормон грелин, что он делает? Он как раз снижает уровень тиреоидных гормонов. И в итоге обмен веществ притормаживается, и люди, у которых нарушен сон, бывают более тучными, чем те, у которых нормальный сон крепкий. Вот вы говорите уже 19 лет, да, за это время. Ну, уже можно сделать выводы, да, во-первых, что это действует. Ну, и во-вторых, наверное, вот как бы есть те пациенты какие-то, которых вы потом встречали, или которые, может быть, приходили и там хвастались своей новой жизнью. На самом деле есть такое. И девчонки молодые приходят, у которых большая масса тела, потом замуж выходит. А мы на самом деле встречаемся с этими пациентами. Потому что бывают пациенты, которые после вторых родов опять к нам возвращаются. Ну, набрали вес в силу каких-то гормональных причин. Набирают вес, приходят и рассказывают. И действительно у них только положительные сдвиги. Ну, и расскажите, наверное, куда найти, куда идти, где находится медицинский центр «Вера». В Рязани. Мы работаем в Рязани уже, вот, я бы сказала, уже почти 19 лет. Улица Полонского, 19, корпус 1, телефон 24-10-50. Спасибо вам огромное. А вы, телезрители, будьте обязательно красивыми и здоровыми. И напомню, что в эфире у меня сегодня была Марина Тихонова, директор медицинского центра «Вера». Это программа «7 минут». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!